Какие-то кусочки остаются, они дают нам вот эти края. Вот немножко можно добавить. Сейчас попробуем. Так, ну а сейчас посмотрим, что будет, если немножко светит, еще сделаем. Вот даже можно попробовать вот так. Вот сливаем, да? Тут всякие горы могут начинаться уже, да? Водопады, пейзаж. Да, то есть я еще не делаю его пейзажем, он уже получается... Пойти в пейзаж. Я еще даже и не думаю, что... А если уже чуть-чуть добавить чего-нибудь, вот совсем пейзаж, но он будет не рукотворным, понимаете? Все должно быть без входа. Никакого не должно быть... Вот эта кошка. Молодец. Эти фотки без входа. Эти кошка есть? Вот. Ну, и здесь можно уже, что, какие-то... Налек на какие-то зоны, скажем. А все остальное, оно должно быть у нас уже подсознанием. То есть так же маслом можно работать. Все, что я вот не одела, то же самое можно маслом. Если вы знаете творчество... Ну, я так и говорю... Анатолия Зверева, помните, да? Такой вот художник был. Вот Виктор Казарин, у него есть мать таких хороших друзей, любимых художников. Вот у него, когда приходишь в мастерскую, у него ведрами стоят краски, эмали, все это смешивается, все это льется. Он делает огромное количество. Он больше 50 минут старается одну неделю, что говорит. А работы у него там могут быть сиэтаново-метровые и так далее. Я его выставлю на метровые ладони. Так. Ну, можно здесь немножечко побрызгать. А, вот еще. Рисующая. Рисующая это тушь. Она отлично рисует. Вот если берете просто, и вот ею делаете все, что хотите. И вообще вот черные дилы, она никогда никого не портит. Рисуйте прямо всеми десятью пальцами. Вот если я его просто держу здесь, а можно вот так вот, и вот одновременно двумя вот с всех сторон. Желательно, чтобы у вас ничего не раздавало, как бы не затормаживать. Вот то, что вы делаете, вы делаете, делаете себе, и чтобы у вас нервить. Как бы если у вас что-то такое, вот как вы, например, поете, или читаете стихи на сцене, и вдруг у вас, вы забыли одно слово, вы там выполняете вот этот промежуток и т.д. Ну и здесь можно какого-то там реально сделать, и продолжать-продолжать. Понимаете, ни в коем случае не останавливайтесь, потому что когда вы останавливаетесь, вы начинаете тормозить. Вот как это самое. Сырконожка тогда спросите, как вы на нее наступает, да? Не задумывайтесь. Старайтесь, чтобы у вас мысила рука, мысила какое-то вот другое. В стихах очень много всего найдете. Когда доходите до какого-то места, где вам нужно расписаться, расписывайтесь. Закончили вы, не закончили работу? Коспись должна входить в картину. Она должна быть частью картины. Она в одной картине может быть одна, в другой другая. А вы какой-то себе сделаете определенный инициалы и плюс 0,9. Следующий 10 и так далее. То есть сверху, конечно, не будет похожа на какой-то традиционный снизаж, но все равно нельзя будет сказать, что это на тюрьму. Или там, чисто абстрактно, да? Как вы видите, кто сказал, что это девочка-пучка? Ну, вроде, не диаками, да? Вот. И я вас уверяю, когда вы начнете вот в таком плане рисовать, я вам просто как пример вот какой-то подала, ну, когда начнете в таком плане рисовать, у вас появится столько своих собственных интересных находок, столько каких-то разработок, что вы довольно будете смысл найти здесь свою, ну, свою индивидуальную манеру. Потому что чем художник, в принципе, отличается от любого другого художника? Вот. Не тем, что они рисуются одинаково, как вы учили. Как знаете, один известный, очень хороший художник, такой, художник Виктор Иванов, ну, он еще в 60-й, 70-й год был очень известен. Дружок полков, и он говорил, что мне сколько лет 10 понадобилось, чтобы научиться рисовать, абсолютно точно, и столько же, чтобы разучиться этому. Потому что это очень сильно нависает. И чем выше ВУЗ, тем сильнее это нависает. Очень мало художников, которые могут отойти от вот этого стереотипа. Поэтому, конечно, работу вешаете очень творчески, наверное. Не надо вообще сюда вешать только учебные работы. Вешать науку. Что-то придумаете то, чего другие не делают. И всегда надо стараться в жизни какие-то поступки совершать какие-то. Вот если даже все идут, допустим, говорят одно, а у вас есть внутреннее убеждение, следуйте вашему внутреннему убеждению. Вот такая манера, которую я показывала, манера экспрессионизма, спонтанной живописи, она ведет к свободе внутренней, раскрепощению. А вот когда вы все это делаете, потом все это на толщину линии, это только подготовка к работе к тому, чтобы быть художником. То есть это одно из. Я не говорю, что это кто-то, кому-то это вообще совершенно чуждо, скажем так. Потому что есть люди другого плана. Но мне кажется, что каждому нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, что это не его или это не его. Еще немножечко можно видеть, пошел снег. И вот когда она, в принципе, эта работа высохнет, ну, если что, то пойдет, то пойдет. Ничего страшного. Потом можно, знаете, что сделать? Висеровочку. Может быть, вы экспериментируете маслом. Знаете? Вообще все совсем смешивается, как на стране. Говорят, что тут с чем-то не смешивается. Да? Вот масло как-то, не знаю, не смешивается. Потому что становится другим. А уж здесь-то святое дело. Другое дело, что у нас в Советском Союзе считалось, что вот есть акварельное животное, даже без белин. Я уже не говорю там, куда добавлять что-нибудь еще. И еще знаете, что я вам советую? Если кто особенно ездит в разные страны, покупайте различных фирм, которых у нас нет. краски. Они иногда такие необычные бывают. Больше экспериментируют. студентки в Европе. Спасибо.